Вот, и я решила, что надо там, где уже отцвела, начинать обрезать листву до 10 августа, действительно, что с больной головой. Срезала, посмотрела, пусть всё зелёненькое стоит, ну что ж я, совсем уже что ли. Малина, вот, ещё сейчас я напряду со стаканчика, а беру сейчас рыбу, просолю для копчения. И малинку соберу, у меня немножко земляники ещё красок, я думаю, наверное, завтра утром ребёнку совсем немного ягод. Я не знаю, что снимать в этом году, как погорело. У меня обычно такие кусты зелёные стоят, больше листов, цветов обычно ещё в августе полно. Ну, здесь какой-то затишье. С чем связано, честно, не знаю. Вот, поэтому, соответственно, как-то ягод не очень много. Вот, ладно, так что сейчас ещё в следующем видео покажем, как коптим рыбу. И ещё позанимаюсь, может, что удобрю вечерком, пока не холодно. Вот мои огурчики, красотулечки. Вот они. Истинное удовольствие у меня от общения с огурцами. Лучше всякой психотерапии. Серьёзно, люблю. Ну, чтобы меня не трогали. Вот я сажусь, занимаюсь листиками, ими занимаюсь. Вот как вот могу, как мне нравится, как хочу. Ну, и каждый огурчик, как моя самостоятельная победа. Моя личная. В принципе, с помидорами у меня тоже в этом году. Но я столько с ними наносилась. Может быть, немножко отчасти перегорела. Но я всё равно сейчас. Посмотрите, какие грузди. Вы посмотрите, какие грузди усатные. И это при всём, при том, что раз в неделю ездили. И это при всём, при том, что мы мёрзли. Полностью замерзали. И это всё при том, что фитофтор для нас не обошла стороной. Упустила я момент. Прямо уехала. Не знаю почему. Ну, дошла она. Не надо было, конечно, обработать от болезни. Ну, вот так вот. Так, ладно, всё, отключаю. В следующем видео коптим рыбу.